всем доброго времени суток решил пробежаться опять по настройкам станка потому что часто возникает один и тот же вопрос вы купили станок где-то в китае либо у меня но у меня обычно кто покупает я всем делал максимально подробную инструкцию мы проводим тесты это занимает примерно 3-4 часа по времени вот и после этого вопросов не возникает кто покупает в китае либо купил какой-то косячный станок либо купил там где-то на либо бед я не знаю потом явится с ним суть в чем основная как настроить станок с чего начать начать с русификатора да то есть начать с одного с другого с третьего и у всех возникает глобальный вопрос как это сделать где-то сделать где это сделать я уже много раз скидывал инструкции видео инструкции показывалась неоднократно вот сейчас я покажу более подробно более расширена побегусь по одни каждым отдельным пунктом вот и вам уже станет понятно то есть возникает вопрос надо буду красного трассера как это делается как делать столько делается это все будет сейчас полностью рассказано подробно. Сразу скажу, у меня будет анонс по поводу 3D-гравировки. В ближайший день-два я выгружу видеоролик, где-то длиной примерно будет идти час. Снимал я его больше суток по времени, то есть съемка, монтаж, все остальное. Да, я прям постарался, сделал очень качественно, рассказал небольшой бизнес-проект, бизнес-идею, как это все сделать. Будут там также приложены туда STL-файлы для того, чтобы самостоятельно подготовить какие-то определенные макеты и уже заняться самостоятельно гравировкой, именно 3D-гравировкой, зарабатывать бабки. То есть будет такой видеоролик анонсирован скорее всего завтра уже и основную часть я выложу тоже скорее всего завтра. Итак, по поводу настройки Giscada. С чего надо начинать? Всегда первое заходим обычно через файл. В файл заходим в System Parameter, это системные настройки. Здесь вам нужно всего лишь основных два пункта. Больше никуда не лазите. Это Language, выбирайте русский, если у вас такое имеется. Если такое не имеется, пишем мне в WhatsApp, решаем этот вопрос очень легко. Второй момент. Рабочее поле. Показать рабочее поле, это при желании, кому надо или нет, как это выглядит. Вот мое рабочее поле. Либо оно показывается, либо оно не показывается. На ваше усмотрение. То есть здесь уже только лишь напрямую от вас зависит. Поэтому галочку либо ставите, либо не ставите. Обычно ее ставят. Рабочее поле в виде круга ни к чему не надо. То есть показывать центр перекрестия линии. Ну, блин, это вообще лишнее на самом деле. Так, теперь, что касаемо размеров рабочего поля. Здесь все просто, все логично. Левый верхний угол. Ну, это немножко косяк перевода, скорее всего. По факту здесь указан левый нижний угол. Это будет по х-100, у-100. То есть, если мы берем перекрестие, то по этому перекрестию наш нижний угол будет минус 100, минус 100. Соответственно, размер нашей линзы 200 на 200. Если у вас линза, например, идет с размером 110 на 110, выставляем размер линзы 110 на 110. И здесь ставим минус 55 и минус 55. Все то же самое делаем с другими линзами, которые идут размером, допустим, 150 на 150, либо там 300 на 300, либо 100 на 100. То есть не принципиально важно. То есть делим ровно пополам и ставим здесь по минусам. Наши половинки. В принципе, здесь вам больше ничего не надо. По поводу русификации. Вы поставили русификатор, выбрали русский язык, нажали ОК, программку выключили, запустили и у вас получается русский язык. Все просто, все логично. Теперь, что касаемо основных параметров. Здесь есть два варианта. Первый вариант. Нажимаете здесь снизу параметр F3. Это один из самых простых вариантов. Либо нажимаете на своей клавиатуре F3, у кого идет не десятка Windows, не ноутбук с задрученными клавишами, где надо нажимать FN, переход. Потому что нажимаете F3, у вас выскакивает какой-нибудь там либо звук, либо еще какая-нибудь херня. Сколько раз уже говорил, сколько раз я дергался. То есть, просто должен быть простой ноутбук без всяких там дополнительных клавиш, задвоенных клавиш, все остальное. Чтобы вы могли нажать F3 и у вас выскочила F3. Чтобы вы нажали F1 и у вас пошел трассер гулять как положено. Окей, переходим на F3. Опять же указываем рабочее поле дополнительно. Чем отличается зеркало 1 от зеркала 2? Зеркало 1 это инверсия по диагонали и низ у вас образовывается в этой части, низ рабочего поля, верх в этой части и плюс от зеркалина будет. Поэтому в основном используется зеркало 2, где, как и правильно, будет указано верх, низ не от зеркалина в нормальном положении. Дальше. Не двигаться. И центр зеркала. Что это такое? То есть, перейти после маркировки. Когда у вас, к примеру, маркируется кодоквадрат. Он закончил гравировку где-нибудь в этом месте. Если у вас будет сайт не двигаться, то в этом месте у вас будет красная точка. Если у вас стоит центр зеркала, у вас всегда приходит ваш луч практически в центр вашего рабочего поля. Почему практически? Потому что красный луч трассера устанавливается через специальную призму перед вашей сканаторной головой и он не совпадает чуть-чуть, грубо говоря, с вашим сканатором либо не совпадает с линией основного оптового окна. И настройки по красному лучу делаются абсолютно отдельно. И они включаются только лишь в тот момент, когда вы нажимаете F1 трассировка. Только лишь в этот момент эти настройки по координации включаются. Ни раньше, ни позже. Идем дальше. Здесь мы ничего не трогаем полностью. Это поправки, погрешности, угол, градусы. Ничего здесь не надо трогать. Вы просто будете работать, зарабатывать бабки. Вот эти настройки, кто покупает у меня станки, есть они все полностью на флешках. Если у вас этих настройок нет на флешках, купили где-то на Alibaba, на Алиэкспрессе, не надо спрашивать у меня, какие настройки здесь поставить. У каждого станка они идут индивидуальные. В зависимости от того, насколько криво стоит там, либо не криво стоит, сфокусировочная линза с вашего оптового окна, насколько она точно попадает. То есть это настройки непосредственно к вашему сканатору, который, определяясь от этих настроек, фокусирует вам ваш луч точно квадратом. И эти настройки четко завязаны только лишь от сканатора на данной модели, насколько правильно или криво поставлен там лазер. Все, не более. То есть он дает такую, как говорится, вашу погрешность сюда вносится. Этот пункт только лишь за это отвечает. Пароль на любителя, кто хочет себя задрючить, ставьте, кто не хочет, не ставьте. Это уже на ваше усмотрение. Переходим дальше в лазер. Парни, вот здесь убедительная просьба. Будьте внимательны. Кто покупает у меня, либо кто покупает в других заводах, вот этот пункт вы настраиваете самостоятельно, лично, исходя из того, какой у вас тейп-излучатель. Если вы покупаете Raycus 30Q, то вы, соответственно, ставите Raycus, не ставьте там никакой-то IPG, LAM, там все остальное. Ставите Raycus. Кто купил GPT, ставьте GPT. Кто купил вот эту HFB конченую херню, ее, значит, ставим и радуемся жизни. Ну, пытаемся радоваться, по крайней мере, но это у вас не получается. То же самое с частотами. Если вы купили Raycus 30Q, то, соответственно, частоты здесь ставите. Минимальный порог 30, максимальный порог ставить 60. Не надо ставить, блядь, 1 400 там. Не надо ставить 1 600. И говорить, а вот же у него, у Жоры, блядь, у него такие параметры. Я хочу такие же параметры. Блядь, ну ты же купил себе станок за 180 тысяч рублей, а не за 400 тысяч рублей. Поэтому ставь, как положено, за 180 тысяч рублей себе параметры. Вот. У меня, соответственно, идет GPT, GPT-мопа без контроля длины пульса. Поэтому у меня частоты от 1 до 400. Вот. Как говорится, эффективно действующая частота на металл идет от где-то 30 до 100 кГц. Я просто вам рассказываю, не надо эти параметры использовать для себя лично. Поэтому у кого, допустим, тот же самый ELM, ELM, как так называется, 50LP, то можете ставить такие же параметры, как у меня, то есть GPT-шка. Все. Не надо включать здесь Enable Pulse. Не надо, пожалуйста, ребят. Такую хуйню сделайте. Потом будете плакаться, говорите, как, блядь, исправить. Исправить можно, но сложно. И кто такую галочку здесь ставит, нажимает ОК, ну, блядь, будьте добры, потом ебитесь сами. У меня можете спросить, конечно, за отдельную плату, как это все восстановить, как это все сделать. Но это будет такой процесс долгограющий. Дальше. Переходим в следующий пункт. Порты. Вот здесь порты. Вам нужен только речь пункт маркировка по сигналу. Вот этот вот порт, он запараллеливается на вашу кнопку педали. Либо на вашу кнопку, если у вас съемный идет сканатор, либо переносной сканатор. Кто там как называет, без разницы абсолютно. Порт может быть пятый, может быть пятнадцатый, неважно. То есть, как китайцы припаялись к разъему на плате контроллера. То есть, все зависит напрямую только лишь от этого. У меня здесь пользуется порт пятый. У кого-то может быть пятнадцатый. Поэтому здесь, в принципе, смотрим настройки. Настройка будет четко указана, какой порт. Переходим в прочие. В прочих. Смотрим внимательно. Старт марк делай. Но это для тех, кто занимается какой-то серийной маркировкой, задержкой, с отсрочкой, всем остальным. Максимальное время отсрочки здесь будет 10 секунд. Уже проверяли, тестировали. Это потом я отдельно засталю по этому видеоролик. Про все остальные параметры ни к чему пока это вам не надо. Потому что вы просто трахните мозг какими-то дополнительными параметрами вы будете делать одно изделие, подготовку к одному изделию раз в 20 дольше, чтобы получить какой-то результат процентов на 5 лучше. Ни к чему это. Лазер слип тайм 600 секунд. То есть, получается 10 минут. Ну, можно использовать, можно не использовать. Опять же, на райку сетах хуйня не работает. На GPT, как у меня, она работает, только есть один нюанс. От того, что он перешел в спящий режим, то, соответственно, после спящего режима надо как минимум в секунд 10, чтобы он опять пришел уже не в спящий режим, а именно пробудился, как говорится, и начал в полной мере работать. Иначе просто будут бегать сканаторы и лазер не будет работать. Поэтому это уже на свое усмотрение. Что касаемо скорости, я уже 550 раз говорил, у китайцев практически все рекомендуют стать здесь 10 тысяч миллиметров в секунду. Но сканаторы SG7110 от Sina Galva я точно не скажу, но помню, чтобы было у них скорость 7500, там 8 тысяч миллиметров в секунду максимум. Ставим 7000 и не, как говорится, не бумкаем себе голову. Это самый-самый лучший вариант. Минимальная скорость, понятное дело, что тут уже на свое усмотрение. Дальше. Total Marking Time. Это ваше время маркировки. Если вы опять же ставите свой ESCAD с нуля, то это время маркировки здесь фиксируется, оно не удаляется, не исчезает, ничего с ней не происходит. Так как я советую делать дубрикат программки, иногда вы, когда свою программку сносите ей голову, то это время уже у вас собьется. Здесь это не принципиально, потому что в принципе станок себя окупает в среднем от 3 месяцев до полугода и в дальнейшем эти часы считать оно вам ничего не даст. Количество кликов, тыков и все остальное. Эта цифра у меня тоже будет немножко неправильная, поэтому здесь на нее не обращаем мемори. Эта же цифра у вас за вашу сессию она отображается вот в этой части. Парт это не значит, что вообще количество слоев или количество проходов, это именно количество заходов, то есть сколько раз вы нажали F2 либо что-нибудь в этом роде. И соответственно общее время за партию за одну. Поэтому как-то так. Дальше вот тут важная штука, которую меня все время спрашивают, как, блядь, быть, что делать. Красный луч, красный луч, объясню в чем прикол с ним. Запоминайте, где он находится, корректируется здесь только лишь его отступы, если у вас не совпадает, и вот эти его размеры. Размеры корректируйте, пожалуйста, в тысячных и в сотых. Не залазите в десятки. В десятки вы откорректируйте так, что у вас размер красного луча будет просто гигантский, там разве 20 больше. Запомнили, где-то находится. Сейчас покажу, в чем прикол. Нажимаем ОК-ОК. У вас есть квадратик. Вы рисуете квадрат. Размером пускай будет, к примеру, 100 миллиметров. Как проверить вообще, совпадает ли не совпадает? Рисуете квадрат, центруете квадрат по центру рабочего поля этой калочкой. Отцентровали. Нажимаете F1. Нажали, он у вас гравернул на какой-нибудь поверхности. Будь то металл, там пластик, не знаю, что вы там используете. Ламинированную, там ПВХ, не знаю, там ПНД какой-нибудь поебень. Неважно. Вы гравернули и нажимаете F1. И теперь своим острым взглядом смотрите, насколько точно совпадает ваш красный луч по отношению к вашей гравировке. На самом деле вы скажете, да, все совпадает, все идеально, все хорошо. По факту вы можете объебаться. Объебаться почему? Ну, прошу за мой мат, конечно, кто там лежал, что смотрю на кухню и вы там отюкаетесь. Парни, ну не смотрите мои видеоролики и будет все у вас хорошо в жизни. Будет у вас все охуенно, будете просто объебаться по полгода. Так вот, в чем происходит объебка? У меня, по идее, стоит все идеально. Ну, по идее. По логике происходит следующая ситуация. Показываю вам, даже демонстрирую. Кстати, секундочку. Нарисовали квадрат, F1, когда нажали, что у вас происходит? Это происходит у вас вот такая ситуация. У вас красный луч бегает где-то вот в этом месте. Корректировку, соответственно, делаете через F3. Немножко ушел, конечно, от темы, от вашей. Красный луч. И здесь корректируете вот этими двумя параметрами. Так вот, в чем у меня косяк, который я заметил и заметил чисто случайно и чисто таким одним интересным образом. Делал гравировку на золотом кулончике, на маленьком, то, что я больше всего не люблю делать. Размер кулончика был, по-моему, 8 миллиметров. Сейчас, давайте сделаем так вот. 8 миллиметров был размер кулончика. Так вот, что вы должны сделать, чтобы понять, насколько вы вообще косячники или не косячники, насколько у вас вообще ваш красный луч точен или не точен на данный момент. Ставите все квадратик размером, 8 миллиметров, допустим. И в этот квадратик вы должны вписаться, вписаться должны какое-нибудь название. Ну, к примеру, там, пускай будет Алина у нас. Пускай будет Алина. Вот, Алина. Немножко ее подравниваем нашу Алину. Сейчас расскажу, как попасть, то есть, как вообще проверить, насколько у вас точно бьет красный луч или не точно бьет ваш красный луч. Делаем Алину размером 8 миллиметров. Где у нас тут? Вот так вот. Высота 1.79. Отлично. Отличный вариант. Так вот, просто гравируйте квадратик на любой железочке, какой вам будет удобно. Отгравировали, сместили куда хотите, потом свою Алину по красному лучу, именно по красному лучу попадаете в ваш квадратик, чтобы у вас точно, точно, точно там до до лихта, ну, глазом смотрите визуально, чтобы у вас все попадало туда. И просто эту Алину гравируйте либо со штриховкой, либо без штриховки, вообще не принципиально важно. То есть, такие маленькие объекты, конечно, лучше делать плотностью 1 сотую миллиметра. Угол захода не принципиально важен и лучше всего использовать именно такой вариант гравировки. То есть, за заливки, за штриховки. Теперь у вас квадрат уже этот отгравирован, это вы планируете гравировать. То есть, вы попадаете в свой квадрат визуально трассером, то есть, у вас будет красным цветом ваша там Алина отображаться на квадрате, попадаете в нее и нажимаете F2, гравируете и уже по факту смотрите. И по факту получается так, что ваша Алина гравирнется, ну как это у меня допустим происходит, вот с таким смещением. И уже исходя из этой погрешности, заходите F3, в F3 проходите прочий красный луч и делаете здесь корректировку. Я это заметил только тогда, когда делал на самых маленьких кулончиках какие-то маленькие надписи, когда мы центровались там в центре какой-то звездочки и по идее должна была быть ровно Алина, но она была смещена где-то на 0, там 4 миллиметра в сторону. Да, не сильно заметно, не сильно косячно, но это тоже неприятно. То есть, здесь сразу чувствуется погрешность. На больших квадратах такая вот погрешность, она незаметна. Вот. Вот такие варианты по поводу настроек. Есть какие-то дополнительные настройки, дополнительные параметры. Где-то здесь лезете дополнительные там параметры. Куда-то там еще залазите. У меня сразу возникает первый вопрос для каких целей вы туда лезете? То есть, что вы хотите сделать? Купив недорогой станок, парни, вы покупаете станок для быстрого зарабатывания денег, максимально дешево и максимально быстро. То есть, переваливая именно объемами. И здесь важно то, что, ну, есть такие одни деятели, они, кстати, здесь подписаны на канале. Надеюсь, они эту видеоролику не увидят. Вот. Суть основная в чем? Даже меньше парни поймут. У них задача такая. То есть, у них есть квадрат. К примеру, рабочее поле 200 на 200. у парней. Линза, естественно, у них китайская. Вот. Сланок у них тоже китайский. И здесь у них стоит задача в том, что они купили все это очень дешево, очень дешево. но при этом они изделия и продукцию делают очень-очень дорого. И требование у этих парней продукции в том, что они берут такую хуйню, допустим, делают. Разбивают свой квадрат, вот этот большой, разбивают на кубики. И кубики размером, к примеру, 10 миллиметров. Ну, допустим, там. и он весь заштрихован такой вот сетки. И они начинают эту сетку пробивать. То есть, ну, давайте на Ctrl-C, Ctrl-V. Приблизительно вам покажу. То есть, ну, вот так вот у них все это сделано. Все это в кубиках таких вот. Забито полностью по всему периметру, по всему, то есть, в квадрат. То есть, полностью весь квадрат весь заполненный в этих кубиках будет. И суть в себя в том, что они говорят, блядь, ну, что за хуйня у нас? Вот, говорит, в центре бьем, в центре, допустим, 10 миллиметров. Бьем здесь, здесь, ну, допустим, там будет 10 и 0, нет, 10 и 1 миллиметр. А вот здесь, почему-то там, 9 и 9 миллиметра. То есть, расхождение в одну десятую миллиметра по этим кубикам у них происходит. На таком большом расстане 200 на 200 поле. И спрашивают, как это все корректировать, как это все дело настроить. Единственная настройка, которая здесь есть, и корректировка, то есть, либо корректирующий файл по отношению к этому станку, который есть у вас, это будет, опять же, через F3. В F3 вот здесь используется корректирующий файл. Но это делается на самом заводе-изготовителе. То есть, опять же, исходя из того, какая сканаторная голова, линзы и все остальное. Так как линзы будут идти китайские, естественно, никакой китайец не будет ее выполировывать для 2 недели одну линзу. Естественно, погрешность будет. Поэтому делайте те задания, где вам не будет трахать мозг за одну десятую миллиметра. А здесь, ребята, хотят делать дорого, но на дешевом станке. В таком случае покупайте станок тот же самый мини-маркер там 2, который стоит, по-моему, минимально, у них там цена идет 800 тысяч рублей за 20 ватку. Сделан он на эпиджишки. У них свое производство идет линз и всякой-всякой среди там херни. Вот. У них там можно уже будет потрахать им мозги. Здесь не надо делать мозг себе. Надо просто понять, что вы купили станок, ну, грубо говоря, там за 200 тысяч рублей, который реально окупается за 3-6 месяцев, от 3 до 6 месяцев окупаемость. И кто говорит, что, блядь, я купил себе станок, мне приносят 10 тысяч рублей в месяц. Значит, ты ни хрена не делаешь, либо ты ни хрена не можешь делать, либо ты не хочешь делать. Ну, тут такой вопрос, как ты суетишься, насколько ты замотивирован. Вот. Ребят, инструкцию максимально такую более подробно расширенную. Рассказал, как настроить, как кубики, шмубики, все остальное показал. Рассказал, спасибо, что вы смотрите канал. Вроде все понятно, все четко. Дальше. Спасибо всем за донат, кто подкидывает денежку. Камера была покуплена, приобретена уже. Камера приобретена у нас Canon 5D Mark IV. Купил бушную. Цена, блядь, фантастическая. Все вместе с объективом вышло 148 тысяч рублей. Поэтому кто там, особенно Александр, который у нас пришел с Халка, говорит, что я продаю станки, при этом, блядь, сколько собираю деньги у людей. Я собираю деньги не просто так, я собираю деньги за потраченное свое время. В данной ситуации вы помогли мне приобрести камеру. Ну, помощь, конечно, была маленькая, там 20 тысяч было, все лишь ложных денег ваших. Ну, что поделаешь. Донат для канала собираю дальше, нужен микрофон, нужны будут штативчики разные, там всякая-всякая херня, по мелочи, вам скоро будет анонс 3D-гравировки. Это отдельная тематика, тема будет большая, широкая. Вы можете сами ей научиться, по сути, но сколько вы на это потратите время, я хер его знает. Сколько вы перепутете заготовок, я тоже не знаю. То есть, вот разбить 3D-файлы стейловские. Тут вы можете задрочить себя в доску. Просто бесплатно можете задрочить себя в доску. Я вам предоставлю материал, который вам поможет с легкостью все это сделать. Как сделать, где сделать, какие программы использовать, как это лучше использовать и все остальное. Поэтому тут уже по вашему желанию, кто хочет заработать денег, не вопрос, напишите, я вам подскажу, расскажу, скину. Все, ребят, спасибо большое всем за внимание. Максимально подробно рассказал с настройкой ESCAD, первый запуск, то есть, все просто, все понятно.